Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Сегодня я встала попозже. Сейчас полодиннадцатого. Такое редко бывает. Но я просто вчера поздно легла. Сегодня, кстати, тоже очень много планов. У нас обещают потепление. Ну и вот, наконец, снег пошел. Видимо, может, действительно потеплее. Вчера мы ходили вечером с собакой гулять. Руки довольно быстро замерзли, потому что был ветер. То есть ощущалось, что вроде как и мороза нет, но из-за ветра даже в перчатках руки замерзли. А сейчас так прикольненько на улице. Мне еще нужно на почту получить заказ с Алиэкспресс. Там ничего такого особо интересного. Просто зарядка для телефона. Я ее, в принципе, заказала только потому, что... Ну, чтобы получить купон, нужно было там что-то заказать. Сейчас буду печь печенье вторую партию. Муку добавлю. Ну, на самом деле, все пропорции я ссылку оставлю или в конечной заставке, или под видео, или, что вероятнее всего, у себя странички ВКонтакте. Ссылки есть, так что проходите, смотрите, кому интересно. Там ссылка будет. Ну, где-нибудь. Где-нибудь точно оставлю. Где будет сделать это проще. Вот. Потому что, ну, как бы кулинарные видео я раньше снимала, конечно, но их смотрят мало. Поэтому так, чисто для видео, чисто процесс. Вот. Муку использую, как всегда, красная цена. Пользуюсь уже много лет. Меня устраивает качество. Ну, по крайней мере, минимум года два, наверное, уже. Примерно. Точнее, даже как красная цена. Потом до этого еще какая-то была в красной упаковке с белым горохом. Ну, и теперь тут специи добавляются. Там тоже все надо, как бы, в граммах. Поэтому уже проще будет, я думаю, вам смотреть именно на рецепт. Ну, тут идет корица, гвоздика, перец, имбирь, естественно. Я все взвешиваю. Там где-то просто чайная ложка, там две чайные ложки, допустим, указано. Я взвешиваю, потому что я в калькулятор калорий все это записываю. Для того, это там есть раздел микшера рецептов. Ну, и, соответственно, чтобы потом знать, взвесить печеньку перед тем, как ее съесть, и знать четко, сколько там будет калорий. Ну, тут сода, соль, идет сухие ингредиенты. Вот. Ну, и теперь все это перемешивается. А уже сахарная пудра, она с яйцом, с медом перемешивается и с маслом. Я все взбила. Можно венчиком, можно погружным блендером, как я это сделала, или миксером. И вот все это теперь соединяется и перемешивается. Сначала кажется, вот что достаточно все сухо, но сейчас просто будет, как говорится, как волшебство. Мне нравится вот этот процесс, когда вроде соединяешь, ничего не происходит, это потом, смотрите, получается тесто. И тесто реально очень классное. А печеньки, когда, вот сегодня я то, что вчера испекла, они сегодня еще более ароматные, и дня через три это будет вообще кайф. Ну и теперь замешивается все. Опять же думается, как это все соединиться в один комочек, но все получается. Я вообще очень люблю делать тесто, правда с печеньками никогда не дружила. Я там могу пироги испечь, но это печенье получается, я в полном восторге. Какао также сюда входит, корица. Ну и сейчас нужно это будет в пищевую пленку обернуть и положить на час в холодильник. Можно больше. Так что сейчас оберну и в холодильник. Сейчас буду мыть плиту, потому что у меня тут все убежало. Я правда думала, сначала приготовлю, потом помою как положено, но я не могу в таком этом самом, поэтому сейчас буду убирать. Достала пылесос моющий, он как раз мне поможет все достаточно быстро сделать. Сейчас я вот нанесу средство от Фаберлик. Ну, то есть основательно это все после, а сейчас я вот просто здесь все протру. я когда мыло варила еще и каши убежала. И, ну, в общем, на водяной бане, когда основу топишь, вот это вот все. Кошмар. В общем, пусть сейчас. Да, конечно, перчатки надо использовать, но лень. Ну, и сейчас, в общем-то, соберу все моющим пылесосом, а, возможно, у духовки тоже вот дверцу помою, хотя, как я сказала, логичнее было бы это сделать после, но после еще раз протру начисто, потому что готовки будет много, но, в принципе, жирного-то у меня ничего нет, поэтому можно и сейчас. Плиту помыла, решетки мыть не стала, потому что готовки много еще буду и плиту мыть и, соответственно, решетки, ну, вот, но это уже перед самыми праздниками, потому что на мытье решеток уходит много времени, это плиту быстренько протер и все. Единственное, что только, конечно, она вот, вот проблема плиты, которая под металлик, это то, что любое пятнышко и все видно. Вот, ну, и здесь я тоже все протерла. сейчас буду пить кофе, вообще время поесть, но мне нужно делать печенье, потом идти на почту, короче, некогда. Взяла себе имбирного человечка, это гномик, наверное, какой-нибудь, сварила кофе. я достала уже вот этот лист для выпечки, надо, кстати, купить новенькие, у меня два, не могу понять, где один еще лежит, но, короче, нужно новенькие купить. Один купили в фикс прайсе, а второй, по-моему, с алиэкспресс приходил, ну, нормальные. А это вот пергамент. Достала тесто, и тесто я буду раскатывать, как показано в рецепте, между вот вот этой штукой и бумагой для выпечки. Так раскатывать удобнее, ну, по крайней мере, изначально первые моменты, потому что тесто, в принципе, оно достаточно хорошее, и и так удобно, но так лучше. И потом вот так вот, когда уже буду сразу делать печеньки, и потом подставлю противень, и вот так вот все перетащу. Тесто очень ароматное, я поделю на две части, ну, то есть, в два захода буду печь, а может быть, даже и в три, потому что у меня противень, он немножко по краям загибается, вот здесь, и печенье такое получается, это не очень хорошо, поэтому придется здесь отступ оставлять. Внутри тесто выглядит вот так вот. Вот так это происходит, потом уже можно докатать, в том числе и без этой штуки. Тесто должно быть один миллиметр раскатано. Я даже когда раскатывала, если что-то вот сюда за пределы выходило, я кусочек отрывала, подкладывала и дальше раскатывала. Как видите, все таким единым фрагментом. Вот. И сейчас прямо здесь буду печеньки делать. Вот эти формочки я выбрала, сердечек у меня вообще много. вот. И сейчас я снимаю лишнее и буду дальше вот здесь его раскатывать. На противне еще осталось место, поэтому я взяла вот на кальке раскатала и вот так потом получившиеся печеньки поднимала и перекладывала. Очень удобно. Печеньки вот так поднимаются. Первая партия печенек готова. Сейчас буду есть салат. Тут ну как всегда свежие овощи, сыры и тушеная печень. Решила повторить пюрешку с репой. Пюрешку сделала и решила вот так вот на тарелку положить. Сейчас перед сном буду делать себе на завтра перекус на прогулку. Хлеб вот этой штукой вырезала такой вот у меня набор. Есть большое кольцо, маленькое ну и еще отдельно у меня такое эспрессо. Вот. сейчас в тостере немножечко его обжарю, а здесь сделаю яичницу. Тоже вот так вот поставлю. Вот так вот получается. Бутерброд готов. Вот. Получился классный такой кругленький. и возьму сейчас еще положила два варенника с картошкой, один с творогом и две пельмешки с курицей. Вот. В общем, вот такой у меня двухъярусный контейнер сейчас взамен прежнего. Ну, хоть что-то. Не, ну, у меня много разных вариантов, но вот этот мне больше всего нравится из того, что есть. Вот и пряничные вот эти человечки, гномики, я развела глазурь голубую из пудов и ну, попробовала украсить. Ну, осталось теперь дождаться, когда все это дело застынет. А вот здесь на некоторых печеньках я использовала другую глазурь. Подозреваю, что она дешевле. Но она у меня уже была. Я вообще рассчитывала, что она будет белая, но она, как видите, не белая. Какая-то странная. Там вообще цвет не указан. Застыла она, правда, быстро. Вот. Но. Короче, у меня не получилось так, как я хотела нанести, но это я впервые вообще наносила. Ну, вот так вот мне понравилось. Вот. В общем, как-то так. Но я нанесла не на все печеньки, а только на некоторые. Попробовала я сделать маску для волос. Вот этот шприц маску укрепляющую. У меня есть еще ламинирующая. Ну, понятное дело, что я не могу сказать по поводу того, укрепляет или нет. Это нужно пользоваться курсом и не один вот такой шприц использовать. Вот. но волосы после блестят. Очень хорошо выглядят. Сейчас мне еще нужно будет их посушить. Пока волосы сохнут, я подправлю маникюр, потому что я вот хвалила этот лак Chateau Noir. Но он хорошо ложится, хорошо сохнет, но сползает с кончиков. Хотя, может быть, это еще, знаете, зависит от от того, что я пользовалась всякой тут бытовой химией. Поэтому, не знаю, в общем, сейчас надо все это дело подправить, пока волосы сохнут, потому что я не пользуюсь практически никогда феном. Может быть, сделаю еще маску для лица. И, конечно, пойду спать. На днях буду делать здесь уборку, потому что и пыли, и все прочее. Ну, и перед Новым годом и буду доставать мыло красивое. На почту я так и не сходила. Лень. Ну, в общем, понятно, ничего же интересного такого. Вот, потрясающий аромат. Так, я еще и руку обожгла, прошу прощения. Вот. Этой вазочки не нашла еще применения. Ну, в смысле, куда поставить. В общем, сейчас уже буду готовиться ко сну. Видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Чтоб не пропустить новые видео, заходите в инстаграм 3семерки рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok